Субтитры делал DimaTorzok 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 И там еще вот для дисков Вот эти штуки Короче, сегодня работы много Эх, так долго все это клеил Чтобы потом взять и просто задрочить Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Потому что мне нельзя засирать Вот эту поверхность Ну, нежелательно Ох, ну и пришлось, конечно, попотеть С этими вашими балками Боковыми Местечко, конечно, не самых удобных Но я просто не знал, что ждет меня дальше Отдельно хочу отметить эти деревянные элементы Прокрашивались они крайне фигово Поэтому пришлось прибегнуть к методу Тампонирования Ну, типа просто тыкаешь кисточкой И все чудесно прокрашивается Жизнь, блядь, все на соплях держится Будем надеяться, что она нет Ёблица Не самое удобное место Краска прям под носом Я уже, это, жумыха словил конкретно Ладно, нет, на самом деле еще нет Трабл в том, что нужно прокрасить все Абсолютно все железки Чтобы, ну, как бы снизу Когда стоишь, было видно, что они черные Сбоку там, когда вот так вот Прилег, отдохнуть на ступеньке тоже Чтобы было видно, короче, что оно все прокрашено Слава богу, я нашел тут шуруповерты И пару заряженных аккумуляторов Смог открутить, короче, вот эту панель Вот эту сверху, ну, панель, блядь Типа пол Но это мне не особо помогло Потому что тут еще вот эти штуки привинчены Их проблематично уже откручивать, вот Поэтому ставлю пока так В принципе, это тоже неплохо Мне все равно вот эти боковые грани надо прокрасить И не задеть вот этот пол Поэтому так даже получше будет Ох, блядь, пейся нахуй, блядь Ох, бабушкины колешки, блядь Короче, выдрыщил я эти, блядь Ступеньки вонючие Во всех планах краски надышался Ну, в целом, короче, вот так вот сейчас пока что все вот Да, получается Ну, короче, что я думаю Наверное, плядь, считалочку устроить может Потому что, короче, вот эту штуку я максимально сейчас не хочу делать Она долгая Типа ее же от масла надо протирать А вот эта штука более симпатичная Она маленькая, но при этом по ней будет виден какой-то результат Да, проделанный работ Как бы он уже виден То есть Вот эта штука о многом говорит Но тем не менее Ух, ёб Читать, да, не перечитать Короче, эта штука Ее бы вот вниз вот это дно проделать Хотя бы ступеньки вот эти две сделать Чтобы полностью кусмяк закончить И вот эту палку Мощнейшую Опору Тоже прокрасить Тогда уже будет как-то складываться картина полная Ну, хотя бы Ладно Не полная, но частичная Работа не волк, так сказать Никуда не денется, пока ты булочку хаваешь Ватспирит Спросишь, почему я использую ватспирит вместо обезжиривателя Тебя это ебать не должно Так, окей Я сюда залезу, допустим А как мне отсюда снизить Нужно придумать Другой способ Познать Короче, двп плохо красится Но в целом, как бы Вот этот вот этаж Я могу достать Спокойно С лесенки Вот с теми ступеньками уже проблематичней Поэтому, скорее всего, придется ставить вот эту Моднейшую, мощнейшую лестницу Вот и залезать сюда А это Ромыч Главный затейник этого Тихоокеанского театра ремонтных действий Вообще, он мастер на все руки Особенно шарит за электронику Ну а также душа компании Ничего, могешь Смотри-ка Как на камеру Так сразу пополз Смотри, устанешь еще Ужесть Нормально Короче, что мы сделали Покрасили вот эти балки передние Сейчас Романыч пойдет красить вот это А я направлюсь вон туда Доделывать навес Вот туда Да Да, ну и что, я не знаю Вот у Рома энергии хоть жопы жуй Хотя, по мнению Скажешь, что кому-то у меня ее много Но нет Он хочет посидеть тут подольше Такие вот, блин, развлекаловки Я не знаю, как он это сделал, блядь Но он смог Вот там было интереснее Вот здесь вот Заканчивать было интереснее Так, ну а у меня что? У меня там, блядь, на второй этаж Надо подниматься Так, вот Да, мои приколы Короче, это нижняя сторона, получается Будет все покрашено И вот там вот эти Доски тоже со всех сторон покрашены То есть их просто перевернуть Привинтить И будет четкое черное дно Вот На завтра, получается, остаются вот эти вот Вот эти вот эти самые штуки И поддон вот этот снизу И все Получается Проха, кстати Первый раз на канале такое Писаны Никогда больше не увидите Так, пошел третий день Сегодня у нас Что по планам? Завершить верхнюю штуку Вот эту вот Самую Да, да И сделать это в крайне быстрые сроки Максимально Где-то через часик я завершил Ну, короче, да Постепенно буду включаться Пока Ромыч разбирал верхний пол Мне предстояло Застелить нижний Ну, обезопасить его От попадания краски На самом деле Это довольно важная движуха И времени она отнимает Немало Аккуратненько и нежненько Прохожусь по боковым стоечкам Все по феншую Режим берсерка включен Все тяжкие чувства Работает, металл красит Дерево красит Пахнет говной Нежно Любя Жестко Что, не заряжалась Нихуя Рестратор Юлия Юльочка Короче Проклеил все Малярной лентой Чтобы не запачкать стены Это Такая основная часть работы Вон Романыч там Ухуярит Вовсю Пока что наш пожилой план Немножко пошел не по плану Потому что Сколько уже полтресила Да, мы к трем Хотели закончить Да, мы к трем Хотели закончить Ну, ничего Конечно Вот, я в свою очередь С валикой заливаю Вот эту движуху Надеюсь, что красочки хватит Канкан, блядь Пошел Перейдешь В принципе Согласен Валик решает конкретно Короче, после покраски Брус стал Такой прям Благородной Такой текстуры А-ля Мореный дуб Это прям вообще Дико впирает Смотрится максимально сочно Вот, закончил Короче Остается вот этот щит Так А у Романа Какие успехи? Я пытаюсь тут красить Верха заканчиваешь Да, получается? Да Практически заканчиваю Ай, но тут Басиль не удержался И решил немножко Побаловаться Все равно Этот щит Будет полностью Закрашен в черный Так что Почему бы и нет? Короче, мы закончили Пока я буду ждать Видосов Я только подозреваю У меня есть времечко Потому что я Сюда еще В понедельник пригоню Надо будет красить Батареи Вот Поэтому монтировать Буду все потом Ну а на сегодня Все Там чуть-чуть Небольшой кусочек Не хватило краски Ну вот это тоже Когда с батареями Будем решать вопрос Тогда докрасим И по кайфу Короче, солнце пожилое Четвертый день, писюны Сегодня должны были Красить батареи Но все пошло не по плану И Они еще не готовы Поэтому будем Обклеивать сегодня Очень долго Малярной лентой И дай привет, писюнок Привет Короче, закатили Чуть-чуть тачку Чтобы было удобно С дверьми работать Он Роман обшил уже Тут все Ну а я в свою очередь Обеспечил надежную Защиту навесом Обботал все пленкой И малярным скотчем Вообще я старался Минимизировать наличие Последнего Потому что вместе с ним Отлуплялся слой краски Так сказать, чтобы В дальнейшем Было меньше работы По подкрашиванию Лучше Налегать на Стретч Прошел Сраный час Наверное Я только с этой Штукой закончил Роман Тут уже Блядь Дверь доделывает Ну а пожилой чебурек Решил побаловаться И на воротах Все по той же самой причине Вообще мы были В диком восторге Как ворота Просто заиграли В этом черном цвете Но в дальнейшем К сожалению Нас Ждало небольшое Разочарование Да, сейчас пойдем В кафе Короче Ворота доделаны Все блестит Сверкает Никакой больше Ржавой херни Все четко Ну и естественно Где-то их нужно будет Подкрасить Потому что там Типа они не смогут Всю ночь постоять В открытом стане Где-то краска сдерется Вот Там короче Вверх еще доматываю Надо это сегодня Все успеть сделать И вот эти вот штуки Стретч Ну и там уже посмотрим Он тут практически Закончил подготовительные работы Поэтому За железяки Могу быть спокоен Время и скоро упадешь О, мне нужна краска Прокляю Где же она? Давайте поможем Василию Найти краску Короче Пятый день Да Приехали в Леруашку Затариваемся Сегодня у нас батарея по планам Наконец-то И поклейка Поэтому мы идем В малярный отдел Я уже можно не снимать Короче, занимаюсь тут конкретной дрочкой Потому что я думал, что Самая приятная будет покраска батарей Но, к сожалению, их не на что поставить И приходится буквально ползать Раком Ведь прокрашено должно быть буквально Абсолютно Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа да сейчас пол пол седьмого все батареи закончу меня вот так мощно сделал да вот все четыре штуки прям полностью со всех сторон вниз везде прокрашен короче вообще вот максимально как численно сделано вот мне остается получается замотать чуть-чуть вверх ну вот эти палки на тоже ромыча вчера докрашивал не знаю надо проверить как там краска поживает ну и подъемники соответственно тоже замотать пленкой пол и потолок будут замотаны чутка попозже там надо стремяночку намутить ну короче работа еще есть контрацепция лишней не бывает ребята поэтому не пренебрегайте пожалуйста на втором этаже я постарался минимизировать содержание скотча и прошелся уже чисто пленочкой шо какой у нас шестой пятый пятый день вроде не 6 нет 6 6 вот у дедушкин мотоблок хочу такой да сука короче завалились в петрович получается идем выбирать смотреть пожилой краскопульт ну еще там по фигне докупим чего-нибудь 15 метров короче такой вот шланг насчет аэрографа но краскопульта смотрим вот между вот этими двумя вариантами типа у них разница только вот это что high pressure типа высокое давление здесь hvlp это вроде более такой стабильный вариант плюс он для больших типов красок подходит короче думаем сейчас приехали гаражу и обнаружили вот эту вот неприятную штуку в общем да в чем прикол из-за того что сейчас неправильные погодные условия ну грубо говоря да то есть краска повела себя очень непредсказуемо плюс там были заморозки плюс козырька чуть-чуть подкапывала и получилось так будто она выцела естественно это нужно исправлять типа той же самой краской красить не вариант потому что она опять может себя непредсказуемо повести как вариант покрасить граффити краской либо попробовать по цокольную краску короче что-то в этом роде но из плюсов что начали потихоньку прибираться вот убрали батареи здесь весь мусор в пакеты собираем короче пол очищаем ну так короче нам нужно подготовить вот эту стену мы с нее начнем красить он уже там этот пульвик все дела и вот это вот все сейчас разберем подметем и по красоте бред двери мусор в пакеты мусор в пакетке 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 мусором какая-то шляпа типа он спускает давление но в принципе для покраски хватит того что он работает короче идет он шланг а это олег в этой части видоса он будет довольно такой застенчивый но в следующий раз кроется по полной вообще дядька крутой шарит за отопление чем он собственно у нас и занимался короче да обклеил ворота скотчем и стены чуть-чуть почистил надо еще полы короче пленка проложить и самое сложное это вот потолок обклеить потолки была та еще задачка если честно пришлось утворять нехилые акробатические трюки но тем не менее у меня начало получаться сначала проклеил просто маляркой контур и постепенно передвигая лестницу начал все это дело закреплять в труднодоступных местах пришлось даже прибегнуть к помощи швабры типа швабры и скотч это что серая краска вау мы готовимся к покрасу стен создается мне краска слишком вязкая туго идет через опла надо ее разбавить короче это какой-то пипец полнейший типа нифига краска нормально не идет я не понимаю я попытался разбавить она будто не смешиваются хотя краска водоэмульсионная я добавляю воду но такое чувство что у них разная плотность и они фигово смешиваются окей я думал может быть дело в самом пистолете в этом покрутил поторкал нихера и у меня остается последняя надежда это вот я сейчас залил туда тупо воды короче вот надо промыть если вода на тестовый щит значит дело в краске если вода пойдет фигово значит дело в пистолете прошла буквально секунды и судя по следам видишь вода то нормально идет значит дело все таки было в краске короче получилось у меня таки разбодяжить краску хоть и не прям идеально но тем не менее она уже хоть как-то прилично укрывает прикол в том что сама вот это ведро хранилось ну не совсем правильных условиях то есть нужно хранить там не ниже пяти градусов чтобы темпа была в гараже довольно холодно поэтому есть вероятность что если вот эта вот хрень сейчас будет фигово высыхать как-то себя неправильно проявит так сказать то нужно будет новую краску покупать вообще в дальнейшем я разбавил краску еще больше и и она уже более охотно начала выходить из маленького сопла и так прошло какое-то время нужно было изначально стену снять вот так вот типа крупным планом чтобы было видно что у тут там белые вот это короче всего как она изначально было и как она стала ну там вот видно было да что какая-то хрень была на чуть-чуть просто поэтому просто какое-то бетонное покрытие или не бетон короче ты понял в общем там чуть-чуть другая поверхность но это можно потом пшикнуть вторым слоем в целом как бы косячков не видно вот уже перехожу постепенно на вот этот участок вот там тестил в целом уже начинаю привыкать к этому товарищу типа там чуть-чуть конечно на строчках еще копать но вот у меня для этого тестовые фанерки есть в целом как бы мне работа с аэрографом привычно потому что я как бы красил блесны на рыбалке вот и как бы знаю как с таким приспособлением работать поэтому как-то так потихоньку продолжаем а это не я вообще этот момент с пеной и кирпичами было красить довольно геморно потому что там были какие-то траблы с давлением и мне буквально приходилось красить тоненькой струйкой но это было еще до того как я познал тайны вселенной понял как нужно грамотно работать с этим товарищем короче дверь закончил вот она подсыхает на вся была вот такими пятнами как бы да но я вот поставил термопушку и буквально ну типа там минут за 10-15 она уже почти вся белая вот то есть короче по высыханию она будет чисто белая это короче грунтовка поверх грунта ляжет серый цвет как стены потому что без грунта он здрачивался ногтем вот еще прокрасил вот эти боковины мне показалось что цвет темнее чем на стенах но стены простояли почти сутки а эта штука начата свежевыкрашены вот намешал короче краску в аэрограф сейчас буду приступать надо вот по втором разу пройтись вот эту штуку и сделать полностью вот всю вот эту вот короче стенку так покрыл вторым слоем ну вот видно да небольшие такие короче засветы это из-за того что там разный короче материал и я думаю даже если третий слой класть особо от этого не избавишься но мы еще посмотрим когда он подсохнет кирпич хорошо лег вот про просвета кстати это вот как на этой стене вот тут прям очевидная такая вот прямоугольная штука вот из того же материала что и вот здесь и сколько ты ее не крась она типа ну вот как аля бетон вот прям конкретный который впитывает супер краску и вот разница в цвете в любом случае будет но в целом слушай смотрится уже лучше он короче даже сейчас ради эксперимента пшикнул и места где вот нормальная стена видно да вот она свежая краска а вот эта хрень она впитывает сразу то есть как бы от нее уже никак не избавиться так нам получается докрашиваем финальную стену опять тут интересные места и лучше бы вы не видели как я туда залезал и последний гость на сегодня это макс парень рукастый занимался всеми сворочными работами в том числе эти навесы которые мы с ромой красили делал именно он такс ну со стенами я все закончил грунту надо дать еще 24 часа поэтому это уже в следующей части будет покраска двери вот заодно еще оформил проема скорее всего на второй слой придется вот вот эту штуку еще вообще вот это все черным надо красить ну и где скотч будет одираться где там всякие косички их тоже надо будет черным подкрашивать это уже писюны увидите в следующем видосе когда я приеду красить стеллаж и проверять как вообще гаражик поживает спасибо тебе за твой драгоценный просмотр там лукас не забудь поставить там комментик начеркать ну ты знаешь короче вот до встречи в следующей части не знаю куда она будет там недели через 2 3 месяц в общем как только так сразу все всем чао в следующей части в следующей части Продолжение следует...